всем привет сегодня у нас глобальная перестановка мебели будем менять абсолютно все местами и наконец-то освободим одну из комнат наконец-то мы избавляемся от этого стола теперь сможем поставить холодильник на кухню этот стол мы продаем вместе со стульями дополнительно идут два стула таких сереньких которые вы уже видели не раз во влогах и также 2 икеевских стульчика здесь потолом было просто ужас сколько мусора я здесь все помыла вот у меня два помощника не помогают вот один из них полы марсина на владет муж вынес стол стулья позвал папа папа помог и чуть позже приедут заберут покупатели прощаемся с нашим столом он такой классный вообще в идеальном состоянии так жалко что теперь мы будем есть на полу но зато холодильник сможем поставить на кухню вот как сейчас выглядит наша кухня без стола сюда мы поставим холодильник из той комнаты и ту комнату освободим а здесь у этой стены на всю стену будет стоять не шкаф для хранения со столешницей потому что здесь у нас как видите нет места для того чтобы чтобы нарезать готовить и также будет место для рисоварки но здесь у меня в этом пакете все витамины бады которые мы всей семьей принимаем не нашла куда их пристроить пока что положила в пакет и думаю для них найдется место как раз таки в шкафу также будет стоять это фильтр для воды наш и стерилизатор для бутылочек пока что все выглядит таким вот образом представляете нас не было всего минут десять максимум возможно 15 и кто-то забрал один из стульев забрали хотели отвести деток бабушки на работу как раз родственники приехали и думали сейчас их сдадим и вернемся заключим сделку так вот в итоге один стул забрали сделка сорвалась представляете мы нашли эту женщину которая забрала стул она пришла за вторым стулом мы сказали что вообще там мы не выбросили эти вещи а продаем их и раз таки люди которые приехали на сделку тоже еще не успели уехать в итоге мы помогли им все загрузить машину и продали конечно по дешевке но все же сделка состоялась и теперь мы можем купить шкаф вместо стола приехали родственники со стороны свекра мы все сейчас пообедаем и чуть позже к нам присоединится сестра старшая мужа и племянница но они приедут чуть позже ближе скорее всего к вечеру пришли за кофе пока муж ждет кофе я иду за булочками пекарню посмотрите скоро вся эта улица плоды станции синтепан зацветет сакура из двух сторон будет очень красиво сейчас только начало цвести но когда все цветочки распустятся будет очень красиво а вот и пекарня так интересно здесь есть мой любимый был перематный да есть так даже целых два взять посмотрим что здесь еще есть улочки восемь шикарная похода сегодня пока ел спит мы оставили детей на работе пришли домой доделать перестановку осталось принести холодильник также нужно будет прибраться в общем думаю что мы успеем это сделать пока елька спит ну что мы закончили сейчас вам все покажу начнем с бесхозной комнаты раньше по крайней мере я ее так называла здесь у нас на этом месте стоял холодильник мы его убрали вешалка с одеждой она стояла с этой стороны и и мы ее поставили к этой стенке в будущем мы хотим купить шкаф чтобы одежда была за закрытыми дверьми в общем здесь здесь муж хочет поставить компьютер но я хотела здесь поставить кровать Кирилла на которой он сейчас спит а в его комнату купить двухэтажную кровать чтобы Кирилл и ель спали вместе а но пока еще мы не пришли к единому мнению так что пока что так здесь получается корзина для белья вот это вот полку я тоже хотела убрать в другое место но муж сказал так как ель еще маленький он эту штучку будет дергать она не очень надежно стоит так что может упасть вот она я идем с вами дальше вот кстати куда я хотела ее поставить место на стены елки так как новый год уже давно прошел на март месяц на дворе конец марта она до сих пор стоит а вот и холодильник холодильник получается теперь стоит у этой стенки я его огородила перегородкой но эту перегородку в принципе ее можно легко убрать здесь у нас получается это полка для хранения разных соусов пока что соусы я убрала в другое место так как ель их берет и разливает вот где стоят соусы конечно из-за того что они стоят здесь я не могу открыть эту дверцу приходится открывать только эту в общем неудобно но пока ничего с этим не поделаешь так ель все разливает а вытирать потом пол от соуса или допустим от масла очень сложно здесь пока что ну вы уже видели будет шкаф муж его уже заказал и здесь я расправила этот столик напольный теперь за ним мы будем обедать и ужинать так как стола теперь у нас не будет ну некуда его ставить некуда ставить обеденный стол поэтому когда мы будем кушать вдвоем с мужем будем пользоваться этим столом когда будем кушать вместе с детьми у нас на балконе стоят еще два огромных стола тоже на напольных покупали мы их для новоселья они до сих пор у нас есть и они очень классные конечно стол здесь не будет стоять здесь будет шкаф стол у него ножки сгибаются поэтому он будет стоять здесь вот давайте вам сейчас еще другие комнаты покажу как они выглядят вот если вы уже забыли или не видели это детская комната здесь получается кровать стоит Кирилла которую я хочу убрать в ту бесхозную комнату и здесь поставить вот вот здесь вот поставить двухэтажную кровать а эту полку получается она вообще не должна стоять вертикально она должна стоять горизонтально вот у нее ножки хочу ее горизонтально поставить к этой стене и надеюсь что шкаф будет открываться потому что сейчас он идеально открывается места хватает но я не знаю что же будет дальше здесь получается палатка подарок от сестры мужа здесь дети ее обожают играются в ней здесь стоят их игрушки комод еля но я хочу здесь докупить еще один комод точно такой же икеевский и в одном комоде будут хранятся вещи третьего малыша а в другом будут комоде в этом скорее всего также будут хранятся вещи и эля в общем такие вот дела ой ну тут очень много вещей поэтому полка с трудом открывается ну перейдем теперь в другую комнату в нашу спальню она сейчас выглядит таким образом мы успеем на матрасе но в принципе нормально здесь у нас стоит мой косметический столик я его просто обжаю покупала на сайте он или чип отдельно получается этот столик и отдельное зеркало еще докупала мне нравится как здесь все выглядит до сих пор храню тесты на беременность я и делала целых четыре есть вот у нас семейная фотография это вся семья мужа здесь получается мама папа тетя сестры старшая племянница их мужья и вот мы ну а здесь наша фотография с Годи Каэля семейная в принципе здесь все в общем это все что я хотела вам показать конечно я вам все еще покажу когда вот придет стол точнее шкаф будет он будет со столешницей можно будет готовить и сюда мы закажем шкаф для одежды закрытой вот так вот выглядит сейчас наша квартира муж вчера заказал полку для обуви и сегодня она уже пришла у нас уже есть такая там хранится обувь Кирилла но нам нужна еще одна так как места не хватает получается они будут стоять друг на друге и всего по месяцам опять по обуви а еще вы представляете вечером мы уже позвонили сказали что наш шкаф который мы заказали доставят уже завтра я думала что мы прождем минимум неделю две но оказалось что доставка таки очень быстрая здесь вот завтра будет новый шкаф я вам обязательно его покажу вот как выглядит обувница в собранном виде здесь обувь Кирилла здесь обувь Иеля а это наш шкаф для обуви здесь моя обувь место под освободил здесь раньше была чистая обувь Иеля на этой полке и здесь полка мужа в принципе места достаточно да и обуви у нас в принципе не так уж много здесь тоже всякие штучки стоят ну мне в принципе теперь нравится как это выглядит удобно дети смогут сами доставать свою обувь сами складывать и выглядит вполне себе неплохо нам только что доставили и установили шкаф получается вот столешница довольно таки большая здесь кстати большой проход остается места много и сюда мы установим дверь обычно для животных от этой стены до вот той шкаф придется отодвинуть чуть внутрь чтобы дети не заходили на кухню потому что сегодня утром Иель устроил опять бардак вытащил все салфетки доставили шкаф рано утром ну что я все разложила и теперь хочу показать вам как это все выглядит идеально подошлась вот эта духовка по размеру рисоварка а еще знаете что оказывается вот эти штучки они открываются а я даже не знала когда мы заказывали удобно очень также в этой полочке стоят стаканы здесь разные пробиотики витамины кружки эля здесь будут фрукты пока здесь только один банан лекарства детские а здесь у меня теперь будут витамины разные наши но еще есть много места здесь тоже пока что пусто рисоварка она выдвигается что очень удобно вот эту штучку муж потом прикрепит сюда чтобы ее здесь не было а сюда мы поставили вместо духовки получается кулер для воды и стерилизатор для бутылочек вот как теперь выглядит наша кухня мне она теперь безумно нравится холодильник теперь стоит на кухне я этому очень рада потому что холодильник в другом месте выглядит там ну неудобно вот так вот все теперь выглядит а ну еще здесь я тоже палочку вам показывала разные соусы здесь стояли раньше но так как Эль их постоянно трогает пришлось их переложить вот сюда вот и вот сюда спрятать в принципе вынимать удобно складывать обратно удобно и в глаза не бросаются и место для них нашла теперь мне нравится наша кухня еще больше вот а вот за этим столиком днем мы его будем складывать и раскладывать только тогда когда будем завтракать обедать или ужинать вот у меня стирка закончилась сейчас буду заниматься домашними делами вот еще раз покажу вам эту комнату еще думаем что сюда поставить а когда решим обязательно вам расскажу покажу в других влогах и на этом я с вами прощаюсь увидимся с вами в следующих видео всем пока 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 не забываю не забываю